Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! С вами Айк Эймири и очередной мукбанг! Давненько у нас не было сладких мукбангов и недавно мы с мамой снимали рецепт мерингового рулета. Я выложила в инстаграм, потому что маме не понравился конечный результат. Хотя до этого мама его готовила много раз, готовила очень классно. Но именно в тот день, когда мы снимали рецепт, так получилось, что маме не понравился результат. То ли мама перенервничала, то ли что-то пошло не так. Ну, в общем, бывает всякое. В общем, мы очень давно ничего не снимали на кулинарный канал. И я маме говорю, давай выложим. А мама говорит, нет, мама в этом плане перфекциониста. Она любит, когда у нее получается прям хорошо. И закон подлость. И именно в тот день, когда мы снимали рецепт, рулет получился такой себе. Если честно, не критично плохо, мои подписчики в инстаграме заценили. Но маме не понравилось. А это самое главное. А может быть, мне стоит прямо отсюда кушать. Я просто хотела вам показать в разрезе, какой он аппетитный. Очень сладкий, вкусный. Я, наверное, много сесть не смогу, потому что я не сладкоежка. Но этот рулет, это реально очень вкусно. Безумно просто вкусно. В общем, я стояла 3 часа, это все снимала. Так как у нас штатив остался в деревне, пришлось мне это все снимать. В общем, в конце мама говорит, что мы ничего не выкладываем. Видели бы в этот момент мое лицо. Выставляю в инстаграм. Все пишут, идеально, да классно, выкладывайте. Показываю маме. Мама говорит, нет. Переснимем. И, в общем, тот рулет мы съели. И съели достаточно быстро. Он нам настолько понравился. А в инстаграме очень много людей мне писали, что обязательно сними мукбанг. Прям нежнятина. Сначала хотела завоевать. зеленый чай, а потом все-таки остановилась на черном. Так, где мой телефон? Я попросила вас задавать вопросы в моем инстаграме, что вы, собственно говоря, и сделали. Посмотрите, сколько здесь вопросов. И вот, честно, очень много вопросов касательно одной и той же темы. Если я буду отвечать на эти вопросы, в комментариях начнется опять, опять ты про деньги говоришь, но вы задаете одни и те же вопросы. Вот что мне делать? Вот такой интересный вопрос. Кем бы ты хотела стать, если бы не блогером? Вы знаете, недавно мне предложили работу, очень, на мой взгляд, интересную работу, в какой-то степени необычную. В общем, один из магазинов одежды, у них очень много филиалов, они предложили мне сотрудничество, даже не сотрудничество, а можно сказать работу. То есть нужно будет в день три часа проводить в этом магазине. Три часа и снимать тиктоки под разные азербайджанские песни, естественно, обязательно в нарядах, которые в этом магазине. То есть магазин был одежды женской. Получается пять раз в неделю и зарплата тысячу монат. В принципе, зарплата неплохая, учитывая, что всего ты проводишь там три часа своего времени. Но я все-таки отказалась. Почему? Могу объяснить. У меня есть и другие способы заработка. Это кажется, что это три часа. Нужно накраситься, одеться, потратить время на дорогу, бензин. Доехать. Мне платили тысячу, но я решила, что вакансия очень интересная и предложила своей знакомой. Она как раз студентка. Я думаю, для нее было бы идеально поехать отснять после, например, учебы и дополнительных заработок. Тем более, она учится на платной основе и действительно домашним немножко сложно с этим. Поэтому решила помочь, предложить. В общем, она пошла на собеседование и ей уже тысячу не предложили. Ей предложили чуток поменьше, 700. Но 700 тоже деньги, почему нет? Я думаю, что мне предложили больше, потому что я все-таки, ну, в какой-то степени медийная личность уже. И хочешь, не хочешь, в таком случае просмотров будет больше. Но она тоже очень такая харизматичная, интересная девушка. На втором курсе учится. И, в общем, сейчас до сих пор она там работает и ей очень нравится. Просмотры хорошие. Это помогает магазину привлечь новую аудиторию. Например, видео попадает в рекомендации, там сразу написано цена за платье, где можно приобрести. Ну, в общем, такой маркетинг, который, в принципе, работает. И здесь нет ничего абсолютно постыдного. Даже, наоборот, в моей голове большое уважение просто к девушкам, которые чем-то занимаются, как-то развиваются. Они просто сидят и ждут каких-то папиков, что кто-то придет и им что-то купит. То есть работать никогда не стыдно. Зарабатывать – это всегда круто. И в тот день она мне позвонила и даже меня поблагодарила за такую прекрасную работу. Потому что, действительно, график такой. То есть, в принципе, без разницы, когда она придет и снимет материал. Они уже, например, с какой-то периодичностью выкладывают эти видео. Там в день, не знаю, 3-4 ролика. Но она, по-моему, не 3 часа работает, а даже больше. Сначала я заметила, когда она эти видео снимала, она была такая, знаете, сжатая. Немножко стеснялась. Но сейчас она конкретно раскрепостилась. И сейчас ей очень даже комфортно. Она даже тренды снимает классные. Вот я бы, если бы у меня не было бы YouTube-канала, я бы с удовольствием этим занималась. Устроилась бы в несколько магазинов. И работала бы. Почему нет? Я не знаю, опять же, мне всегда хочется заниматься чем-то творческим. Чем-то вот интересным таким. Если на минутку представить, что вообще нету социальных сетей. Нету TikTok и этой работы. Опять же... Чем бы я, например, занялась? Банально, наверное, это ногтями, не знаю, ресницами. Кстати, ресницы у меня в ужасном виде. Я вчера 3 часа разговаривала по телефону. И от нечего делать, у меня вот так вот пальцы были. Я все их крутила, крутила. Потом видишь, что один выпал, потом второй. И не могу остановиться. У меня какая-то привычка появилась вот так вот делать постоянно. И они потом выпадают. Я, кстати, заметила, что к одной моей ресничке прикреплено аж 4 искусственные. Прикиньте. То есть это получается 4D. Нормальный такой объемчик. Очень вкусно рулет, честно. То есть я поэтому всегда говорю, было бы у человека желание, работа всегда найдется. Хоть какая. Когда я была на втором курсе универа, мне предложили работу очень-очень интересную. Помощником бухгалтера всего за 150 монат. Но в то же время тебя обучают, понимаете. Конечно, зарплата мизерная, но ты учишься чему-то новому. В бухгалтерии это всегда как бы перспективная работа в дальнейшем. Я пришла домой, посоветовалась с мамой, с папой. Папа сказал, да не надо. Ты сначала закончил универ, потом успеешь еще поработать. А как же универские годы? После универа посидеть там, не знаю, с подружками где-то. То есть папа, конечно же, все это говорил с целью того, чтобы мне было комфортно. То есть я сильно не напрягалась. Но когда у меня будут дети, я к этому отношусь немножко по-другому. Я считаю, что начинать работать надо прямо с самого детства. Нужно ребенку прививать, как сложно зарабатываются деньги. Даже если, дай бог, у меня будет возможность, не знаю, сразу подарить своему ребенку квартиру, машину и так далее. Я бы очень хотела научить ребенка зарабатывать. Хотя в моем случае меня родители как-то сильно никогда не напрягали в плане работы. Наоборот, они всегда отговаривали. Я когда закончила школу, получается было три месяца свободных, я сразу устроилась на работу. У меня всегда было желание работать, вот скажу честно. Есть люди, которые ошибочно обвиняют своих родителей в том, что они чего-то им не додали. А я считаю, что все наши мечты, которые есть у нас в голове, реально в силах осуществить мы сами. То есть если мы хотим, то мы сами можем заработать и на самую дорогую машину, и на самую классную квартиру и так далее. Просто у нас в голове есть установки, что типа у нас не получится, и мы не начинаем чего-то нового. То есть один раз ты ударишься об стенку, два раза, три. На четвертый раз обязательно получится. Тут кстати был вопрос. Какая моя самая глобальная мечта? Эта мечта у меня была где-то пять лет назад. Я хотела купить десять квартир и сдавать, и ничего не делать. Хотя я, наверное, не смогу ничего не делать. Но я хотела, чтобы я не была зависима ни от каких обстоятельств. От работодателей, от просмотров. Захотела – сняла контент. Не захотела – не сняла. То есть такая своего рода подушка безопасности. И был период, когда я поняла, что типа это невозможно, не получится. Но сейчас я понимаю, что я смогу это сделать. Было бы желание, упорство. И кто бы что ни говорил, кое-где, кое-начем нужно все-таки экономить. Вот некоторые говорят, деньги приходят к тем людям, которые легко от них избавляются и так далее. Вообще, если хорошо тратить деньги, то тебе даже пять тысяч долларов в месяц просто не хватит. Рулетик, конечно, очень вкусный. Реально я наедаюсь. Я хочу кусочек еще оставить маме. Но это просто настолько вкусно, ребят. Я обязательно вам сниму рецепт. Надеюсь, что хотя бы в этот раз он получится. Я уже столько времени не снимала на бумажный канал. Я резко захожу на него. Я просто в шоке. У меня было 300 тысяч. Я резко захожу на него, смотрю, у меня 315. То есть плюс 15 тысяч где-то за неделю. У меня резко взлетело одно видео. И появилось очень много новых подписчиков. Поэтому сегодня надо обязательно сделать коллекцию. И в ближайшее время снять для вас бумажное видео для бумажного канала. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо, что досмотрели. Не забывайте ставить лайки. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Всех люблю, целую. С вами была Айка. Пока.